Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях наши земляки, ребята, которые участвовали в полумарафоне в Таиланде. Они недавно вернулись из Таиланда. Давайте с ними поговорим. Виктор Салтыков и Николай Другин. Добрый день! Добрый день! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, сначала о себе. Чем вы занимаетесь в повседневной жизни и какое место в жизни занимает у вас бег? Давайте я начну. У меня деятельность связана все-таки со спортом. То есть это фитнес-индустрия, так сказать, да. Ну и исходя из этого, я, соответственно, занимаюсь спортом. Раньше это были немного другие увлечения, далекие от бега. Я занимался там, соответственно, бодибилдингом, штангой. И по прошествии определенного количества лет, соответственно, это чуть-чуть мне уже поднадоело, и я решил там сменить сферу деятельности и ушел в беговую историю. Случилось это буквально пять лет назад, наверное, и моя первая дистанция была пять километров. Она была в Нью-Йорке. Наверное, вот с этого все и началось. Пробежал там небольшой забег дружеский. Это зацепило, но и с тех пор как бы вылилось там уже в более серьезные дистанции. Полумарафоны, марафоны, ультрамарафоны. Ну и там дальше триатлон был. Такая история начала. Ну и бег в моей жизни, конечно, занимается сейчас на данный момент, наверное, одной из главных позиций. А у Николая? Я живу, работаю в городе Якутске. Женат, двое детей, сыновей. Занимаюсь строительным бизнесом. А так, с прошлого года серьезно занимаюсь триатлоном. Благодаря Виктору. Мотивация от Виктора идет. И три года назад тоже вот Виктор организовал якутский полумарафон. Первый полумарафон. В этом году пять лет будет? Да, будет. В первом полумарафоне бегал. Там два часа семнадцать минут, что ли, мой результат был. Сегодня утром вспоминали, когда бегали, да? Еле прибежал. Ну, после этого я уже серьезно стал заниматься бегом. Сейчас результаты уже другие, хорошие. У тебя же высокие результаты хорошие. Да, результаты хорошие. В этом Таиланде в жаре побегали мы. Какие результаты? Мой личный результат суратани – час двадцать восемь минут. Это хороший результат. Второе место. Второе место, категория. Второе место. Поздравляем. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, вот нашим радиослушателям, как вы попали на этот полумарафон, готовились ли вы к нему? Ну, давайте я там маленечко расскажу, там, на предысторию, да, всех вот этих наших стартов. В Таиланде я уже довольно-таки давно бываю, и, ну, ежегодно езжу там отдыхать туда на новогодние каникулы. И года три, наверное, уже подряд, там, во время этих новогодних каникул я, соответственно, бегаю различные старты, которые проводятся там в большом количестве каждые выходные. Ну, соответственно, то есть в этом сезоне, точнее, наверное, сезон, наверное, так получается, декабрь, новаяр, февраль, перед отъездом мы точно так же посмотрели все сайты, которые рекламируют те или иные забеги до старта, выбрали для себя наиболее подходящие, которые находились там ближе к нам, ну, соответственно, собрались там и поехали все вместе. Первый старт у нас был в декабре месяце, это был старт в Банг-Саэме, недалеко от Бангкока, 150 километров от Бангкока, да, это был старт серебряной серии, полумарафон. Что такое серебряная серия, это там в мире 5 стартов таких есть, серебряная серия, то есть серебряная серия, золотая серия, то есть серебряная серия была, он ходит вот в серию. Участвовало буквально там порядка, наверное, 20 тысяч человек на этом забеге, довольно-таки хорошо организованный забег, отличный, хорошая трасса интересная, и вот 15 декабря он состоялся, 13 я вылетел из Икутска, в две ночи там в самолете, и сразу же на 100 получилось. Не успел, не успел, не успел. Да, сразу прямо с самолета мы приземлились в 8 часов вечера в аэропорту, в Бангкорке, да, и сразу, а старт был в 4 утра, и мы сразу с аэропорта поехали, соответственно, на этот старт, без отдыха, без ничего, там кроссовки в руки, приехали в 4 часа и стартанули. Старт, ну, для нас, конечно, якутян довольно-таки сложно, сложно бегать в таких условиях, мало того, что жарко, ну, плюс еще старт ночной, и, конечно, это сказывается на результате, но, тем не менее, я в категории стал, кажется, 27-й из 1400 человек. Да, это нормально для меня, я показал час, результат у меня был 1 час 31 минута, ну, вполне доволен, потому что я на то, что готовился, я к этому результату готовился, готовился на час 30, ну, вышло час 31, там, 1 минута, там, в принципе, погода не сделала, да, и поэтому результатом очень остался доволен. И следующий наш старт был уже, кажется, в Бангкоке, да, после Нового года. Как раз подъехал Николай, это был битек-халф-марафон, 21 километр, точно так же, мы убежали уже вместе с Николаем. Да, там сколько, 3,5, да, где-то участников было, или больше? Нет, там больше было, там порядка где-то 5000 человек участников было, да, ну, не такие, очень массовый старт, тяжелый старт был. Да, очень тяжелый, в Бангкоке, жарко, 4 часа утра, 28 градусов. Да, 28, по 30 градусов, да. Душная жара, асфальт. Асфальт, это просто, для меня это был особенно тяжелый старт, я получил травму на этом старте, беговую, да, и последние 4 километра мне пришлось бежать с задом наперед, это вообще было очень неожиданно для меня, потому что, ну, я получил травму, просто не смог бежать вперед, и думал, что делать, там, 4 километра до финиша, и идти вперед. Не восстановиться? Да, идти вперед не могу вообще никак, абсолютно, да, и, то есть, у меня тут я принял решение, что я там где-то слышал, что-то можно, в принципе, попробовать развернуться, побежать задом. Я попробовал, и добежал. И добежал. То есть, 4 километра я бежал, один-единственный участник, наверное, из всех. Ну, один-единственный. Еще обгонял. Еще обгонял, да, народ. Удивительно. То есть, получается, бег еще помогает думать, наверное, нестандартно? Ну, принимаешь решение, в любом случае, да, то есть, нужно принять решение, как-то срочно, как быть там в этой ситуации, что делать, и да, конечно. В этом случае, да, это помогает, конечно, принять определенные правильные решения все-таки. Сейчас я читаю книгу «Хоруки мраками», о чём я говорю, когда говорю о беге. У него там очень интересные мысли есть. Он сравнивает бег и писательство. А вы можете сравнить бег и вашу основную деятельность? Как бег помогает основной деятельности? Или, может быть, не просто основной деятельности, а каким образом он помогает в жизни? Ставить цели и результаты хорошие, добиваться результата. Как Хоруки Мураками говорил, самое главное в беге – это не скорость и расстояние, а главное – постоянство. Бегать каждый день. На самом деле бег помогает. Мне, допустим, он помогает сбросить напряжение. Несмотря на то, что это физическая нагрузка, но внутри, эмоционально я получаю хорошую разрядку. Допустим, тот же Мураками пишет про разные марафоны. И, получается, он целенаправленно к ним готовится. И, допустим, он там упоминает марафон классический из марафона в Афину. В Афину, да. У вас когда-нибудь было такое желание поехать в Афину, Грецию, пробежать этот классический марафон? Ну, у меня такой цели не было. Хотя я пробежал уже довольно-таки много стартов. На самом деле я пробежал Токио, я пробежал Берлин, Чикаго, Бангкок. У меня там уже стартов этих, я, честно говоря, очень много, да, я не помню. Ну, как-то в Афине там я, честно говоря, даже и не думал об этом. То есть, да, я знаю, что там есть, но пока туда дорога не завела еще. Да, у меня тоже так же. Но, тем не менее, мы точно так же готовимся к старту. Мы выбираем старты, мы смотрим календарный план на год. Мы планируем, где мы будем, в каком месяце выступать. Соответственно, подходит, ну, проходит определенная подготовка, да, подводка. И точно так же выезжаем на старт там. Ну, конечно, результаты на каждом старте они могут быть разные. Все зависит там от разных факторов. От твоего состояния, от твоей готовности, от погоды. От страны. От страны, да. Очень много факторов, на самом деле, которые могут повлиять на твой результат. Но, тем не менее, на финише ты всегда получаешь там кучу положительных эмоций, да. Ты счастливый, радостный, что... Знакомишься с людьми. У вас наверняка уже много друзей из разных стран, да? Вот этого, да, достаточно, очень много. Причем со всеми встречаешься и со многими встречаешься там на этих же стартах. Не приглашали их в Якутск на наши... Приглашаем, приглашаем. Многие хотят приехать, на самом деле, да, на наши забеги. Но, надеюсь, когда никто не все-таки собирается и приедет. Мне интересно, что вы обычно рассказываете о Якутии, о России? Холодно. 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 Да. Про наш холод. Да, что у нас самая, допустим, там, в Якутске, самая холодная точка там на планете. Приезжать. В этом году был же первый старт, да, Амиконского? Амиконский, да, марафон. Марафон был, да. То есть, да, мы, конечно, пытаемся до людей донести, что, да, есть такой город. У нас тоже есть беговые мероприятия. Проводим тоже на высоком уровне. Я показываю многим видеоролики, все наши фотографии, да, и все, конечно, удивляются, там, там, круто, круто. И, может быть, когда-то, конечно, сработается, кто-то приедет все-таки. Ну, очень здорово, что таким образом вы популяризируете, ну, можно сказать, да, бег и бег в Якутии, да? Бег в Якутии, да. Очень здорово. А какие мероприятия, вот, ближайшие планируются в республике? В республике, ну, вот, я организовываю беговые мероприятия, да, уже, получается, пятый год. Это якутский полумарафон, тоже Николай сказал. Будет пятый юбилейный старт в этом году, в июне месяце. Помимо якутского полумарафона, я организую серию стартов по трейд-райнингу. Это бег по пересеченной местности, лес, овраги, поля, старт называется «Таежные дебри Якутии». И у нас в рамках этого кубка проходит пять этапов. Это что-то уникальное, судя по названию. Ну, на самом деле, это классная штука. Пять этапов, они проходят в разных локациях. У каждого этапа есть свое название. Первый этап проходит у нас в мае, он называется «Карьер». Одноименно с названием места, где это происходит. Это «Карьер» на Хатамряхе, да? На Хатамряхе, да, у нас. А второй этап у нас называется «Озерный край». Дистанция на этом этапе 25 и 55 километров. То есть ультрамарафон уже, да. В прошлом году это был у нас первый ультрамарафон в Якутии. Причем пробежало там порядка... 25 человек пробежало эту дистанцию. Прямо не ожидали, что водится столько людей на столь длинную. А следующий этап у нас это «Птичка», «Поляна» и «Дай газу». То есть, может быть, я очередность попытал, но как бы да, примерно вот такие названия. И помимо прочего, я вчера уже сделал такой небольшой анонс. В этом году наши таежные дебри мы запускаем в Тюмени. Ух ты, супер! То есть, да, мы вышли в регионы. Первый город старта – это Тюмень. Точно так же будут те же пять этапов с теми же дистанциями. Ну, как бы это развитие, и мы пытаемся не только в Якутию, но и выйти там с нашим, да, вот этим проектом, с нашим проектом выйти в другой регион. Отличные планы получаются. А скажите, пожалуйста, допустим, когда вы проводите такие полумарафоны, да, вы наверняка также общаетесь с большим количеством любителей бега здесь в Якутии. Вот. И как изменилась ситуация именно с бегом последние, наверное, два-три года или там пять лет? Нет, вообще поменялась довольно-таки очень круто вся эта история. Ну, если вспомнить наш первый старт, Якутийский полумарафон, который был в 2015 году, там было 425 человек всего лишь. Участников. Да. В прошлом году уже перевалились за тысячу. Это как бы показатель такой хороший для нашего города. То же самое по таежным дебрям. У нас уже в третий год, в этом году будет третий год, да, и первый год там пробежало всего 300 человек. В прошлом году уже около 800 человек пробежало. Все пять этапов. То есть люди интересуются, людям нравятся, люди приходят. Ну, Николай, пример, я вообще не знал. Да, мы познакомились. Я начал с прошлого года заниматься триатлоном. И вот с Виктором в прошлом году. Я до этого знал его, но мы познакомились и стали вот вместе заниматься. И у нас люди очень много занимаются сейчас бегом, да. Сейчас мы утром вот бегали полный. Триумф, да. Триумф полный. Бегают все с утра. Бегают, да, с утра. Это на самом деле очень радует, что люди потихонечку начинают как-то смотреть в сторону все-таки здорового образа жизни, да. И бег им в этом очень хорошо помогают, конечно же. Да, я думаю, что здорово, что они имеют пример вас, да, как людей, которые тоже бегают, ставят цели. И ставят цели не только вот внутри республики там или Россия, выходят как бы на международный уровень. И еще плюс делают сами мероприятия, получается, для других, вовлекают людей в другие регионы. Очень здорово. И хотела бы попросить вас сказать, наверное, несколько слов пожеланий тем людям, которые, может быть, только-только начали задумываться, а не заняться ли мне бегом, да, или начали заниматься бегом, но при этом у них нету таких вот целей на длинные дистанции. Ну, наверное, я скажу самое главное – не спешить. То есть не надо спешить с самого начала. Нужно все делать постепенно, постепенно наращивать скорость, постепенно наращивать дистанцию, чтобы избежать травмированности и, соответственно, всех последствий. Главное – это постоянство, бегать каждый день. Да, привычка. То есть, когда это привычка, это… Поставить цель, сколько там, километр, 500 метров и в неделю там добавлять. То есть все обычно начинают там с короткой дистанции. Я точно так же там пробежал там первые 3 километра, первые 5 километров. Это было очень тяжело. И со временем это вот уже 64 километра. Больше где-то. Невозможно, ничего нету, да. Главное – беречь себя и постепенно поднимать нагрузку. В следующем году мы планируем пробежать Кабонжи, да? Я уже не раз и бегал. Ультрамарафон будет. Ультрамарафон. Да я там бегал в прошлом году. Ультрамарафон. 64 километра и занял там третье место в категории. Четвертое в Абсолюте 100. Хороший результат. У нас в гостях были Виктор Салтыков и Николай Другин. Это люди, которые своим примером показывают, что можно заниматься бегом и при этом продвигать нашу Якутию на международном уровне. Пожелаем им удачи. Друзья, сегодня для вас работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. До новых встреч! Якутия в мире! КОНЕЦ